МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но очевидно, что надежды на традиционные кормовые культуры себя уже не оправдывают. За последние десятилетия климат изменился настолько, что в Беларуси даже появилась новая, так называемая, четвертая климатическая зона, которая характеризуется высокими температурами. Сейчас она охватывает практически 80% территории Гомельщины. Необходимо внедрять новые виды засухоустойчивых культур, среди которых, например, проса, сорго-суданковый гибрид, пайза. Также в повестке дня заседание облсполкома «Вопросы энергосбережения и развития туристической отрасли». На этой неделе в Гомеле прошло выездное заседание коллегии Министерства спорта и туризма. Его участники обсудили перспективы подготовки спортивного резерва. Повышенное внимание к этому вопросу объясняется снижением результатов выступлений спортсменов области. Исключением являются, пожалуй, только команды погребли на байдарках и каноэ, которые приносят в копилку региона почти половину наград. По мнению министра спорта и туризма, основная проблема связана с отсутствием преемственности. В частности, Сергей Ковальчук считает необходимым детально проанализировать причины, по которым перспективные юные спортсмены редко попадают в более старшие категории – молодежную и взрослую. Сегодня в Беларуси отмечается День юриста. Судьи, судебные исполнители, нотариусы и адвокаты. В Гомельской области работает около 500 специалистов. Накануне профессионального праздника, во время торжественного собрания, многие из них получили заслуженные благодарности и грамоты. Эта профессия предъявляет к человеку особые требования – высокий интеллект и широкий кругозор, аналитический склад ума, честность и неподкупность. Именно от компетентности и принципиальности каждого из юристов зависит верховенство закона и стабильное развитие общества. При этом, защищая государственные интересы, они не должны забывать и о нуждах людей. Оказать квалифицированную помощь человеку в решении его конкретных проблем – приоритетная задача. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!